Сбор в Турции Сбор в Турции Я очень доволен первым сбором Выполнили первое задание на первые сборы Восстановили функциональное состояние Сейчас надо их развивать Плюс, конечно, уже наигрывать игровые моменты Наигрывать состав и готовиться конкретно к Евролике Уже известно две команды, с которыми мы будем играть на этих сборах Один представитель Австрии, это Штурм И Халадаш из Венгрии О других соперниках что можете сказать и вообще о этих матчах в целом? Ну давайте так скажем, мы всегда так делаем, что мы начинаем всегда более такими слабыми командами Чтобы потихоньку почувствовать, да, игровой ритм Мы начинаем с 16-го, по тайму будем играть обязательно Значит, с 16-го сыграем более низкого уровня команды Потом с 19-го игра, конечно, очень хорошая команда Значит, в Вишней Лиге и Австрии штурмами сыграем И 23-го сыграем такие тоже, значит, с Венграми Тоже очень важно А 26-го будет играть, значит, одна команда А 27-го будет играть другая команда Вот такого плана у нас будет, значит, товарские игры, да Ясно, ну, Кахмен, в межсезонье команду покинуло несколько футболистов В то же время есть несколько новичков Вот Александр Амисулашвили присоединился сегодня в команде В целом, как можете охарактеризовать эту ситуацию в трансферной межсезонье для нашей команды? Ну, давайте так скажем, что, в первую очередь, самое главное, что мы сохранили По сравнению с прошлым годом, мы сохранили костяк команды Значит, а приобретение пошло на таком линии, что, вот, например, ушел одна позиция Мы нашли, значит, на его позиции Значит, ушел местный футболист, пришел местный футболист Значит, что касается Александра Амисулашвили, честно говоря Ну, его, это он очень большого уровня футболист И, честно говоря, до последнего Мне очень трудно верилось, что мы сможем его уговорить, как бы подписать Но у него есть свои планы Это больше касается, как он мне это все объяснил, конечно, это больше касается своих личных моментов Это касается своей семьи, которые живут в Тбилиси, дети скоро уходят И ему хотелось бы как ближе уже находиться к дому Вот у него сейчас родится третий ребенок Вот, и вот эти моменты, значит, сыграли большой роль Потому что, вы понимаете, вот Просто, просто коротко скажу, что вот По сравнению с тем финансовым условием, которые у него были там И от него он отказался И те условия, которые мы ему сейчас предоставляем Значит, три раза меньше, чем там Так что, я благодарен ему, что он согласился прийти к нам И я очень сильно надеюсь на него И он очень высокого уровня футболиста Трансферная работа, наверное, продолжится Интересно, на какие позиции Интер ищет еще игроков и остались ли? Мы обязательно должны приобрести нападающую К сожалению, к сожалению, уже договоренность была уже с Косоко Вот, и который очень хороший уровень футболист Но почему этот трансфер провалился, я не знаю Очень, честно говоря, очень расстроился Потому что с этим мы могли бы уже закрыть все свои трансферные моменты А сейчас нам приходится подыскивать нападающего Вот, и надеюсь, что мы в ближайшее время Мы найдем хорошего уровня футболиста Понимаете, нам нужен хороший уровень футболиста Сейчас те ошибки, которые были в прошлом году Их не будем повторять в никаком случае Вы сами видите, что очень внимательно мы ко всему подходим Вот, и вот в этом направлении мы работаем Уже 23-го жеребьевка будет, у Интера 36 потенциальных соперников Что можете сказать об этом? Какую команду, может быть, вы хотели в сопернику Интеру и в целом прокомментировать эту дорогу? Понимаю, что без результатов трудно судить, но попытайтесь, пожалуйста Ну, я поставил, что нам для нас важно Того сейчас сказать, что нету Ну, есть там, конечно, есть и хорошего уровня команды Есть среднего уровня команды, есть чуть ниже Но, знаете, что самое главное Ко всему надо подойти очень, очень внимательно Ко всему надо подойти уважительно Ко всему надо подойти сконцентрированно Мы готовимся, мы готовимся ко всему А уже после 23-го, когда будет уже ясно Соперник первого тура То мы, естественно, будем уже конкретно к нему готовиться И психологически, и тактически Значит, и... Я надеюсь, что мы в этом году свое слово скажем Еще лучше, чем делали раньше Ну, и последний вопрос Пару дней назад начался чемпионат мира Наверняка смотрите игры чемпионата мира Интересно, за кого переживаете И вообще, что могли сказать об этом мундиале? Ну, к сожалению, мы вчера были в дороге И не смогли посмотреть игру Испания-Голландия Вот, и Бразилию посмотрели Корваты доказали, что сегодня таких конкретных фаворитов нету В мире совсем можно играть Совсем можно выигрывать Вот Что касается, кого я болел С 78-го года, когда я уже начал только смотреть чемпионаты мира Это было в Аргентине Я стал болеть за Аргентину И болел до сих пор за Аргентину Спасибо большое, Кахман Как сейчас? Как сейчас? Продолжение следует...